привет к прошлому моему видео с цветами пару человек написали что им сложно их рисовать и один из них попросил показать что ли как я это делаю поэтому сегодня этим и займусь не знаю насколько хорошо мне получится все объяснить но вы хотя бы сможете посмотреть на процесс сегодняшние цветочки будут для значка которая повезло на овощебазу и в конце я даже его покажу уже готовенький для начала я беру акварельную бумагу механический карандаш также сегодня буду использовать свою акварель от белых ночей и карандаши цветные фиберкассом не акварельные обычные цветы я рисую по фото для того чтобы их рисовать с головы нужно большая визуальная библиотека а ее нарабатываешь именно рисованием кучи всего по фото сначала я намечаю основные цветочки рисую листья и цветы попроще на заднем плане лично для меня цветы рисовать легче всего просто потому что они не должны быть идеальными они непропорциональные каждый лепесток разный поэтому можно рисовать спокойно на глаз и все все равно получится хорошо затем я прорисовываю лепестки у цветов по центру и начинаю красить если вы не планируете делать контуры карандашами и используйте при этом довольно мягкий простой карандаш советую пройтись по наброску клячкой чтобы он был не такой заметный потом и не просвечивал через акварель сначала я делаю заливку основными цветами иногда приходится делать несколько слоев потому что я все еще не очень уверенно при работе с акварелью и часто использую слишком много воды со сна милости с акварелью и часто использую белый цвет чтобы снять такую нить я просто не хочу вот так и начал использовать очень много водорослего цветов по свету и рисуем подружески и рисуем сдаю мягкие цветов по стены и тему цветов и рисуем в обходе на нем и в обходе катalez к красоте и тему цветов за салоне я добавляю больше оттенков чтобы картинка была интереснее. И не забываю про недотени. Стоит сказать, что при работе с акварелью важно быть терпеливым или иметь при себе фен. У меня здесь временами терпения не хватало и некоторые цвета сливались, приходилось все это исправлять. Так что лучше оставьте и подождите или просто посушить феном, как я уже сказала. И когда все высохло, я достаю свои цветные карандаши, тонкий линер и делаю контур, ориентируясь по фото. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Значки заказать достаточно просто Нужно только погуглить значки ваш город И написать найденным типографиям С вопросом, какого размера значки они делают И какого диаметра должен быть макет Если, конечно, этой информации уже нет у них на сайте Вот какие значки у меня получились Надеюсь, видео было для вас полезным И увидимся на следующей неделе Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok